Всем привет, с вами я, Дима, и вот так вот неожиданно да не гаданно игровой ролик, наконец, на моем канале. И не просто даже игровой, а ролик с пасхалками. Я, хоть и обещал у себя в Телеграме больше не заниматься этим, но тот пост касался чисто смешных пасхалок, выпусков, а не подводящих итоги года. И да, я знаю, что год еще не кончился, но с тенденцией переносить все на 22-й я подумал, да насрать на эти игры, что есть, то есть, как говорится. Даже можно сказать, кто не успел, тот опоздал. Unreal Engine 5. Да, не совсем игра, это демка-движка, показывающая его возможности, и, по правде говоря, вот в этом случае не успел мой комп. Он нахуй взорвется, если я это запущу, поэтому кадр взят с интернета, простите. На них мы видим одну интересную пасхалку. В тот момент, когда вы подбежите к огромному колоссу, назовем его так, можно будет вбить код Konami, который стал в каком-то плане культовым в игровой индустрии. И как вы только его вобьете, говорит так, будто вы реально будете запускать и вбивать этот код. Короче, как только вы его вобьете, начнется ебейший флекс. Но на нем предлагаю долго не задерживаться, Hunt Showdown. Игра давняя, согласен, но, если вы не знали, она обновляется и в том числе пополняется пасхалками. Есть как неинтересный, например, NLO, застрявший в воздухе, так и интересный, например, сом в шляпе. Посмотрите, какой красавец. Хотя, конечно, возможно, для кого-то он не сравнится вот с этим красавцем в шляпе. Предлагаю вам поспорить в комментариях, кто из них круче. А еще тут, кстати, есть Шрек. Вернее, его Ахата с тем самым сортиром и даже с подобием осла. Да, так как ослов в игре нет, его заменили уменьшенной моделью лошади. Многие, конечно же, спросят меня, заглядывали ли я в туалет? Да, Шрека там нет, как и его кирпичей. Поэтому идем дальше. А дальше у нас отсылка на вот этого чела. Все вы, я думаю, его видели. Если ответить нет, то не пьедите. Я знаю, что видели. Как минимум один раз, и это было секунду назад. Ну и на этой же карте, на которой я показывал вам все эти пасхалки, можно найти мертвеца, не дорисовавшего свою картину. На ней мы видим пейзаж. Он даже немножко не так выглядит, как вживую. Ну а еще у этого чувака отрасли волосы. На самом деле, мне сначала напомнил он Челкунов с Last of Us. Я подумал, что это отсылка на Last of Us. Но люди в интернете говорят это Буброс. Спорить не буду. И вы не поверите, но это еще не все. Я имею в виду не все с этой игрой. Причем все находится на одной карте, которая, как вы видите, осенняя. А я осень не особо люблю. Она обычно не такая золотая. Обычно серая, мокрая, мрачная. Но в этот раз к осени я подготовился заранее. И со вкусом, так сказать. Помог мне в этом сайт все майки. Заказал я себе ветровку, чтобы защищаться от дождя и ветра. А под ветровку у меня принт, который всегда напоминает лето. Музыку 80-х. Пальму. Короче, кто не понял, такая же была у Tommy Versace в Gotaway City. В моей любимой игре всей жизни. Ну и не забывайте, что на сайте все майки вы найдете огромное количество других вещей с принтами. По самым разным направлениям. Музыке, по играм, аниме и так далее. А на удобном конструкторе вы можете собрать нужный себе шмот со своим принтом. Но это если вдруг не нашли, чего искали. Все необходимые ссылки будут в описании. А по промокоду на экране вы получите еще и скидку в 10%. Так, продолжаем. Если вы подписаны на ненужные для вашей жизни паблики, то вы наверняка видели новость о Монолите, который якобы случайным образом нашли в штате Юта в прошлом году. Кто-то тогда думал, что это пришельцы поставили. Кто-то тогда думал, что не пришельцы поставили. А оказалось же, что этот объект принадлежал американской арт-группе. И рассказываю я это все потому, что в игре можно найти точную копию. И да, и это в целом все, что можно сказать по пасхалке. Ну и дабы не отходить от традиций, просто я не я, если я не добавлю философии или тупую теорию не предложу, вернемся к летающей тарелке, которая застряла. Вам она ничего не напоминает? Ну то есть, не кажется ли вам, что это похоже скорее на декорацию? А если это так, то не говорит ли это, что в Hunt Showdown мы играем за актеров вестерн-фильма, и неподалеку от нашей съемочной площадки просто снимает другой сайфай-фильм. Оставлю вас с этой теорией. Ну а сейчас, я уверен, вы вдвойне охуете. Во-первых, с Hunt Showdown покончено, а во-вторых, мы перемещаемся не в какую-то там Call of Duty, мы перемещаемся в гоночную игру Wreckfest. Да, в гонках есть, оказывается, пасхалки. И я уж тем более никогда бы не подумал, что в топ с лучшими пасхалками года я когда-нибудь поставлю гонку. И даже не играет в роли тот факт, что год был на релизе, потому что пасхалки реально годные. И да, пасхалки во множественном числе. Чтобы увидеть первое, нам понадобится самый мелкий автомобиль в игре, с помощью которого мы должны будем перебраться сквозь проем у трибун. Совершаем это непростое действие, попадаем на свободный участок, который, кстати, в гонках обычно играет роль фона, и если вы туда случайно попадете, то вас игра перекидывает назад. А тут такого нет, тут даже нет невидимой стены, а значит, есть возможность изучать все эти просторы и увидеть кое-что пиздатое. Например, коров с автоматами. Если вы подумали, что уже, ну, лучше ничего не будет, идем на карту убойная площадка. Тут опять же надо заехать за три пизды, чтобы увидеть заваренную камнями пещеру. Поехать туда не получится вообще никак, даже маленькая машинка не поможет. Но вот залететь с помощью режима свободной камеры, это запросто. Залетаем и видим символа на стене, рассказывающий увлекательную историю, в которой одна из обычных коров случайным образом нашла упавшую летающую тарелку. Недолго думая, она решила туда залезть и случайным образом задеть какую-то хуевину, вселившую в коров разум. И вот, вот так вот, с усиленным разумом они не стали покорять какие-то там планеты, не стали создавать новые цивилизации, они просто решили ухаживать за растениями. И мы это даже увидим, если вылетим с туннеля. Вот такая вот пасхалочка. Спритгейт. Знаете ли вы про эту игру, не знаете, я не знаю, но кратко веду все-таки в курс дела. Это бесплатный шутер от первого лица с порталами. Да, эдакая Halo плюс Portal. Игра, как вы видите, ну не сказать, что тянет на уровень 2021 года по графике, да и по другим аспектам, но к фритоплею придираться, петушкам равняться. В общем, хотел бы я для начала показать вам интересную и малозаметную пасхалку, отсылающую нас к фильму Молчание Ягнят. А именно к Ганнибалу Лектору, который был за решеткой, у которого была такая же маска. Да, я понимаю, что эта пасхалка не уровень для того, чтобы она была в топе лучших секретов года, однако успокойтесь, это прелюдии были. Показать я вам хотел вот что. Да, это дом Патрика, дом Сквидварда и дом Спанчбоба, который находится в огромном аквариуме. И вот насчет этих пасхалок только попробуйте что-то пиздно. В это сложно поверить, но Киберпанк 2077 вышел аж 10 месяцев назад. И если вы здравомыслящий, то вы все еще, надеюсь, не садились его проходить, потому что, ну, не доделали. Сами разработчики вроде как обещают все наладить к 2022, вернее, в 2022 году, вернее, выпустить PS5-версию. Ну, а для меня это значит, что они, надеюсь, по крайней мере, доработают все свои прайки. Но, если быть честным, я уже как-то изобил на нее. Я больше даже жду, ожидаю ремастер Ведьмака для PlayStation 5. Квои, это вообще мои ожидания. Пасхалка. Она тут прикольная и выглядит вот так. Это просто стена, на которой написано Hit Here, что Google Translate привел как всем привет. Хотя, по идее, это, ну, врезайся сюда. И люди реально врезаются, посмотрите. Да, выглядит как очередной глюк, баг для прозрабов. Но, если вы фанат Гарри Поттера, то вспомните такую же платформу 9.3.4, где сквозь стену проходили так же люди. На удивление, в этом году мне зашла, ну, почти детская игра It Takes Two. Не знаю, видимо, давно в коопе ничего не проходил. Или, возможно, стальге по детским временам, когда на первой PlayStation разделяли экран. Короче, будто в детство окунулся, в хорошем смысле. Но, вообще, зачем я это несу? Это лучший пасхалок или мой дневник? Думаю, все, кто играл, ладно, почти все, замечали тут две фигурки персонажей из прошлой игры этой вот студии. Эвой Аут она называлась. Там вы тоже в коопе должны были играть, но только за зэков. И, во-первых, это уже сама по себе пасхалка, отсылка. Но интереснее она становится тогда, когда вы с партнером в унисон прыгнете на кнопки у фигурок. И, думаю, мало кто это делал. Так, а сейчас совсем угар будет Яндера Симулятор. Опять же, игра старая, но разрабы вкидывают в нее постоянно что-то интересное. Так что под 2021 год, да еще под пивко точно зайдет. В чем суть? Тут мы играем за школьницу, ходим в школу и устраняем всех х**банных сук, которые хоть намек сделают на подкат к куну, который нам нравится. Да, звучит одновременно новаторски и одновременно е**нуто. Второе, все-таки, конечно, немножко перевешивает новаторство. И поэтому в игре особо долго не засиживаешься. Вряд ли кто-то будет больше часа в нее играть. Но все-таки разрабы не забивают на нее и добавляют какие-то интересные обновы. В том числе и сейчас кто-то удивится Леди Димитреску. Вызывается она с помощью меню пасхалок. Там просто нужно нажать F12 и усе. Играйте за огромную бабу, еле помещающуюся в дверные проемы. Еще, кстати, и ноготочки можете выпустить, чтобы, опять же, резать ебаных сук, которые хоть намек делают на подкат к куну, который нам нравится. Ну а на этом все. Игр было пи***цки мало в этом году. Дай бог, чтобы батла хотя бы вышла в этом году, а то ее уже принесли на месяц вперед. Уверен, там будут крутые пасхалки. Да, если это умеет. Но не уверен, что именно в оригинальном паке, скорее всего, что это уже в DLC закинут. Так что ждать решил не стоит. Заберю-ка я сейчас итоги пасхального года. Всех с Новым Годом. Не болейте. Исполняйте желания свои. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok